Всем привет! Сегодня по безмотылке общаемся с вами. В общем, первый вопрос, который сегодня будет, это вопросы по видеокамере подводной. Значит, очень большое количество людей спрашивают, какую видеокамеру я использую. Самая первая моя видеокамера была вот эта вот камера. Это камера Калипсо. В принципе, камера неплохая сама по себе. Она неплохая тем, что она компактная. И она дает такую, знаете, осветленную картинку. То есть, если прозрачность воды достаточно хорошая, то этой камеры, ну, как поискового инструмента, вполне хватит. Но есть у нее и отрицательные моменты. Значит, какие отрицательные моменты? У меня эта камера была в ремонте два раза. И два раза у меня, получается, протекал глазок. То есть, здесь идет провод вот такой вот и вот такой вот глазок. В общем, два раза туда попадала вода. Причем, один раз я так и не понял, как она туда попала. То есть, я дурнул, получается, в глазок камеры для того, чтобы освободить его от льда. Я смотрю на экран и, в общем говоря, там попала вода. И никак она оттуда не выходила. Пришлось отправлять в ремонт. Ремонт, кстати, ну, не дешевый, так скажем, ремонт. Вот. А как просто рыбопоисковый инструмент, это достаточно хорошая камера. Единственное, что неудобно, это тонкий провод. Потому что крутить тонкий провод замерзшими руками, ну, как бы так себе занятие. Дальше. На смену этой камеры я приобрел вот это чудо. Это Ясь-52. Так, ребят, вижу уже вопросы. По граммам, по мормышкам отвечу чуть-чуть попозже. Значит, сейчас закончим с камерами и отвечу на вопросы. Вопросики копятся, я их смотрю. В общем, камера Ясь-52. Модель, если я не ошибаюсь, актив. То есть она идет со встроенной батареей, такая вот камера, силиконовый провод. Достаточно толстый, хорошо, приятно крутить. Но на большой глубине и при плохой освещенности эта камера видит плохо. И еще есть один такой немаловажный нюанс у этой камеры. Это, видите, вот здесь вот идет клавиша включения. Значит, клавиша включения это. Видите, у меня тут изолента. Потому что я ее закрывал и заклеивал. Потому что у меня два раза я приезжал на дальняк, на большую какую-то поездку, и у меня камера была разрядана. То есть... Ну, сами понимаете, да? Ты приехал там за 3-9 мель на водоем, который тебе особо сильно неизвестен, и у тебя разряжена камера, и вот тебе приходится сверлить луки, и тут же их проверять. А это как бы дольше, чем если ты засовывал в глазу камеру и смотрел, рыба есть или рыба нет. Из недостатков на глубине от 5 метров и слабом освещении ЯС-52, ну, плоховато видит, так скажем. На небольшой глубине, равной как аэкалипси, видит хорошо, видит замечательно. Есть у нее функция видеозаписи, но те кадры, которые присутствовали у меня на видосах по безмаловле за прошлый год, они были обработаны на компьютере. То есть я вытягивал резкость, я вытягивал цветность, делал картинку более сочной, более приятной для ваших глаз. То есть... Вот так. Это ЯС-52. Ну и... Наконец-то... Наконец-то, ребята, свершилось. И появилась у меня... Фокус-фишка. Одна из самых лучших на данный момент камер от российского производителя. О ней в данный момент времени я вам могу сказать только одно. Картинка самая лучшая. Как она себя покажет, это мы узнаем только с вами, когда будет сезон. То есть сейчас я могу вам ее только показать. Я ее уже испытал. на водоеме. Посмотрел, как она показывает рыбу на 12 метрах. И она ее показывает. Такая вот камера. Отдельно здесь идет аккумулятор. То есть аккумулятор надо носить с собой. И наружу у вас торчит, получается, проводок. Вы подошли куда-то там, воткнули его и вот смотрите. Но я, скорее всего, эту камеру буду возить в самках. Стационарно. В самках. В сумочке. Просто она у меня будет лежать. Я буду подходить, брать, опускать, получается, глаза в камеру в лунку. И там уже буду смотреть. Вот такая вот камера. В общем, в видео, которое по безмотыльной ловле в этом сезоне у нас было выходить, будет картинка с этой камеры. То есть вы можете уже точно знать о том, что снимал на фокус фиш. Сейчас давайте я посмотрю вопросы, которые вы мне написали. Так что, секундочку, погодите. Так вот, расскажи поподробнее о ловле на чертика. На обычной мормышке получается, а вот с чертиком никак не получается. В общем, ребят, самое главное при ловле на черта это верить в черта. Это точно такая же мормышка, как гвозди-шарики, уралки, муравьи и так далее и тому подобное. Вот у меня идут черти, я не знаю, видно, не видно. В общем, часть чертей идет с обвесами, часть чертей идут полностью голые, клюет и на те, и на те. Что я могу посоветовать, если у вас, ну, как бы, не клюет рыба на чертей? Вы можете взять коробку с обычными мормышками и оставить ее дома и пойти на рыбалку чисто с чертиком. И рыбу вы поймаете сто процентов. То есть, как бы, по проводкам черта, ну, как сказать, понимаете, рыба, она клюет по-разному. То есть, она может клюать на сумасшедший дриблинг, она может клюать на обычный подъем, она может клюать на какую-то там плаванную качку. То есть, она не постоянно и клюет всегда по-разному. Как вы ее сможете соблазнить, так и будет. Главное, верить в черта, то, что он ловит рыбу. Он на самом деле ловит рыбу. Единственное, что с чертиком как бы, не особенно мне нравится, это то, когда вы заводите рыбу, допустим, это небольшой подлещик, граммов на 300, и вы заводите его в лунку на 150 миллиметров при толщине льда, ну, допустим, миллиметров 600. То есть, подлещик на 300 грамм это вот такая рыбка, небольшой в обхвате. Когда вы его в лунке ведете, он начинает мотать башкой, и если у него изо рта торчит там два или один там крючок от тройника черта, он 100% будет зацепляться за лунку. То есть, как бы вот этот отрицательный момент при ловле на черте. Также, крючки чертика частенько бывает зацепляются за край лунки при подводе крупной рыбы к лунке. Особенно, если это плотва, которая будет вот так вот круги наматывать, и она может вообще зацепиться не за кромку льда, она может зацепиться из-под лунки где-нибудь вообще вот там. И, ну, вообще черта можно потерять. То есть, это вот такие вот небольшие отрицательные моменты при ловле на черта. Но, стоит отметить, то, что приманка это однозначно рабочая, и однозначно ее стоит иметь хотя бы там две штучки в своей коробке. Так, привет, из Томска. Привет, привет. Я калипсу огрузил, чтобы на течении не болталось. Да, камеру калипсу я тоже огружал, чтобы она не болталась на течении. Достаточно хорошо, стабильно она стоит. Подскажи, пожалуйста, какие проводки мормышки лучше для леща? Ну вот, тут тоже как бы зависит все от настроения рыбы и частенько все зависит от водоема. Иногда бывает так, что лещ реагирует на очень интенсивную игру. Прямо реактивный тряс, и он реагирует. классическая лещовая проводка, то есть эти плавные плавные покачивания иногда бывает не работает. Иногда бывает работает смена игры во время одной проводки. То есть вы реактивно трясете и потом и просто начали поднимать потихонечку. В конечной точке сделали паузу и у него поклевки иногда были. Знаете какие? Паузу сделали в верхней точке и вот так чуть чуть так оп оп и так часто бывает клюет хороший лещ. То есть поклевка вроде еле еле до шахт или подсекаш и там прям пенек вот но мне больше всего нравится как подлещик клюет весной и особенно на мели. Там такие загибы прям ух ну это был небольшой спойлер это вы увидите тогда когда начнут у меня выходить видосы по безмотылке с последнего льда будет Горьковское море будет Белоярское водохранилище будут вот такие вот рыбины будет море эмоций короче говоря скоро скоро совсем скоро перед первым льдом выйдет большая серия видосов все увидите привет 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 действительно ли такая хорошая леска Lucky John так ли это если речь идет о леске Lucky John Micron то леска на самом деле хорошая она достаточно жесткая она не такая тянущаяся как допустим овноровская леска если не изменяет память и на достаточно большой глубине леска Lucky John Micron она хорошо просекает окуня то есть это вот достаточно такой интересный момент который если в вашем водоеме много окуней стоит наверное учитывать так вот Владимир здравствуйте приобрел длинные карбоновые кивки к наступающему сезону расскажите пожалуйста об особенностях работы с ними в общем ребят самая главная особенность с работой с карбоновым кивком сейчас секундочку я достану где-то у меня тут был карбоновый кивок вот он самая главная особенность работы с карбоновым кивком заключается в том чтобы после подсечки не швыронуть удочку на лед кивок сам по себе если его гнуть в одной плоскости он вряд ли сломается вот но иногда особенно по первому льду на поверхности льда на гладкой поверхности льда бывают небольшие такие как сказать зазубрины в которые кивок может попасть и удочка дальше будет по инерции двигаться и он начнет изгибаться вокруг своей оси и сломается вот это одна из таких особенностей которые надо учитывать подсечка леску перехватил сразу же аккуратненько удочку положил у вас хватит времени чтобы это сделать ее не надо куда-то там швырять действуйте аккуратно подсек положил начал положить все очень спокойно значит по работе если кивок карбоновый быстрого строя то есть у него гнуться будет передняя часть и он будет плавно загружаться то как правило насколько мне известно я не произвожу карбоновые кивки на продажу другие карбоновые кивки я видел по строю как они но как они работают в ком левой части я вам не скажу не знаю но если это так как я думаю то с увеличением веса мормышки кивок будет как бы загружаться сильнее но его работа будет меняться то есть если кивок будет работать на нижней границе теста то вы сможете выдавать очень плавные колебания лещевые понимаете если вы ловите на маленькую мормышку с минимальной загрузкой этого кивка и вам надо ловить окуня и надо чтобы была более энергичная проводка то вам просто надо кивок расположить более вертикально и тогда у вас будут более четкие колебания которые будут передаваться на мормышку на большой глубине это уже не будет влиять какой будет угол между леской и кивком потому что там трение лески а вода будет все это дело съедать и мормышка как правило будет двигаться очень плавно а на небольшой глубине до двух с половиной метров вот это изменение угла между леской и кивком оно будет достаточно хорошо влиять на игру то есть вы сможете задавать и плавный тряс и реактивный тряс то есть у вас будет свобода для творчества так сказать Владимир так и не ответил на вопрос что поменять чтобы начала ловиться платва а не одни окуни платвы много рядом народ ловит и на опарыша и на тесто а вот у меня на безмотылку одни окуни знаете вот платва это такая рыба которая часто задает нам такие задачки которые мы не можем решить у меня в прошлый год вышел видос где я сидел в палатке я закормил платву там было очень большое количество и она не реагировала вообще ни на что то есть ни на мормышки ни на насадку лежащую на дне то есть это был эксперимент она спокойно жрала сухари по чуть-чуть и не клевала и еще один такой момент тоже было дело в лухозиме я опустил подводную камеру но это была не эти камеры это была обычная экшн камера опустил в луку рядом с прикольным местом то есть я издалека наблюдал о том что у меня подошло достаточно большое количество плацовок она была разная она была мелкая она была чуть-чуть покрупнее и так далее я ловил на течении рыбы скопилось большое количество но поклевок у меня было всего две штуки значит и эти рыбы отреагировали только на проводку когда у меня мормышка отрывалась от поверхности воды от поверхности дна буквально по миллиметрам то есть это очень 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 плавный подъем был такой мормышки с еле заметными покачиваниями вот тогда плотва отреагировала а вообще в начале зимы плотва достаточно хорошо реагирует на окуневые проводки то есть нормально 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 энергично трясешь окуня и так же попадается плотва по мормышкам единственное может быть что-то по мормышкам если есть цель прям вот половить плотву то наверно нам все-таки прибегнуть к классическим гвозди шариком то есть это надеюсь у меня чувствует ничего не улетит то есть это вот такие вот мормышки я надеюсь видно остановлю вот такие мормышки то есть можно попробовать допустим вот сырный кубик носорожку можно попробовать какие-нибудь белые вот такие вот бусинки ну и можно попробовать классику то есть это черное тело и латунная бусина в любом случае надо как-то если плотва ловится на насадку если она ловится на хлеб то она в любом случае хотя бы две-три штучки вы поймаете на безмотовку пробуйте менять проводки а как насчет кивков из часовой пружины или кабаньего волоса значит открою небольшой секрет я в прошлом году сделал кивки из кабаньи щетинки вот товарищ мой Миша мне подогнал длинные такие классные кабаньи щетинки я сделал я попробовал и мне если честно не понравилось вот мне не понравилось почему потому что ну на кабаньи щетинки на ней как бы никакого конуса ты не выведешь то есть загрузка идет как у параболического кивка сами по себе кивки допустим из часовой пружины если они не сточены на двойной конус и имеют параболическую загрузку сейчас я попробую показать что это такое так вот у нас удочка с кивком одноконусным оснащена она у меня чертиком такая вот удочка то есть идет я надеюсь будет видно то есть вот видите да кивок изгибается равномерно достаточно интересная игра получается при таком кивке игра это рваная такая проводка ступенька выполняется она ну я попробую изобразить но это без воды это сделать очень достаточно трудно тем более в таких стесненных условиях значит вот у нас идет оснастка вся да и получается что между леской и кивком вот такой достаточно ну не прямой тупой угол удочка держится буквально за самый кончик вот так вот буквально тремя пальцами и идет проводка то есть она идет не быстро то есть это не какой-то там сумасшедший дриблинг она идет тихонько то есть вот такая и подъем вот такая проводочка идет и в воде чертик движется наподобие личинки стрекозы личинка стрекозы в воде движется всегда прямолинейно вот и в большинстве случаев я так думаю что чертики особенно длинные модели чертей имитируют именно личинок стрекозы вот есть личинки стрекозы такие знаете большие толстые пузатые а есть такие тоненькие такие длинные вот и я думаю что черти вот максимально реалистично имитируют именно игру вот этих вот насекомых владимир есть опыт ловли на лесотке я делаю мормышки подобного плана самостоятельно то есть из вольфрама мотаю мормышки сейчас даже покажу вот это вот те мормышки которые я делаю сам из вольфрама мормышки рабочие причем работают модели как с шариками так и без шариков совершенно иногда бывает шариком модели не работает вообще то есть рыбе надо что-то натуральное берешь ставишь какую-то такую вот мормышечку вот я я надеюсь что будет видно вот такие вот и начинаются поклевки где-то был вопрос как ты относишься к без кивковым удочкам значит мне очень нравится ловить с кивком вот нравится ловить с кивком вот и все и поэтому как бы я знаю что достаточно интересная это ловля когда поклевка передается на кончики пальцев но пока что я до этого не дошел вопрос из комментариев к одному из видео как часто надо менять леску как часто надо перевязывать мормышку значит интересный момент когда весной попадаешь на раздачу рыбы то вот вытащил ты допустим не знаю десяток там полукилошных подлещиков и желательно поменять узел мормышки то есть перевязать мормышку почему потому что были вот у меня такие моменты когда ты ловишь подлещика 300 грамм 400 грамм поймал десяток штук очередная проводка загибает тело под 90 градусов подсекаешь а там мутант и ты с ним тягаешься туда-сюда туда-сюда у тебя 012 леска на пределе прямо звенит вся ты уж прям ну не можешь глубина ловли небольшая он прет куда-то там в сторону ты его пытаешься там как-то задержать у тебя фрикцион на удочке там разматывается все и вдруг раз и нету ушел ты выбираешь леску а у тебя просто напросто в том месте где была привязана мормышка она перетерлась вот и все поэтому если рыбачить у хазими да и рыба не так часто клюет как хотелось бы то привязал мормышку рыбалку от рыбачивать можно даже и на следующую рыбалку не перевязывать потому что если рыба клюет надо мормышки периодически перевязывать потому что если есть вероятность того что вы поймаете трофейную рыбу надо к этой трофейной рыбой быть готовым так я реку точнее вопрос был про медузу значит медуза по последнему льду отлично работает на белаярском водохранилище ловит самых крупных вещей но надо выбирать мормышки хорошие крючки либо делать их самостоятельно но паять медузы это такое приключение которое ну это надо знать технологию как минимум и часто бывает на крючки и медузы подсаживаешь поролон то есть не бусину не какой-то силиконовый шарик а именно мак и кусочки поролона для чего поролон сам к себе в воде ничего не будет весить вот но он будет иметь достаточно большую парусность и поэтому крючки которые по бокам в этом мормышке есть они будут раскрываться во время проводки то есть если будет проводка плавная они будут по чуть-чуть раскрываться если быстрая то они будут так же быстро раскрываться я это говорю потому что это видел в подводную камеру и эффективность мормышки это на самом деле достаточно многие недооценивают по крайней мере на обе есть у меня товарищ знакомый ловит только на эту мормышку причем ловит самых крупных пуней приветствую какую оптимальную леску лучше поставить на мормышку значит ребят тот прошлый год у меня вышло видео где я рассказывал о своих удочках разных удочках которые были оснащены разными лесками от 208 до 012 произошли некоторые изменения за последний лед и пришло некоторое такое осознание о том что лесточка 208 она в принципе то как бы нужна конечно вот но можно обойтись и без нее по крайней мере в безмотру я бы вот будет видео наверно как я буду собирать удочки на следующий сезон и основная основной диаметр лесок которые будут ставиться на удочки это от 0 1 и до 0 14 наверное может быть даже до 0 15 естественно самые большие диаметры 0 15 миллиметров они будут использоваться по последнему еду по охоте за вот такими вот крокодила это без мотылка и как бы особо тонкая леска здесь она нужна она особенно тогда когда допустим ловите на запрессованных карьерах или на очень сильно запрессованных водоемах когда у вас там очень-очень такой подлещик который ну может быть я сегодня клюну а может быть я сегодня не буду клевать вот если у тебя леска 207 и там чертик там 0 25 грамма тогда может быть я тебе клюну тогда да тонкая леска имеет место быть вот а если как бы водоемы более-менее такие где рыбаки вроде как бы есть и в то же время все таки более-менее нормальная обстановка с рыбой то тоньше 0 1 ставить ставить не стоит но что клюнет хорошая рыба все поотрывает и будете просто так на горе море к Саше Зайцев в гости поедешь в этом сезоне блин ребята такие вопросы я если честно не люблю как бы делиться планами потому что планы имеют такую плохую тенденцию меня есть желание съездить на разные рыбалки есть как бы в принципе задумки съездить туда где я никогда не был заснять какой-то классный контент чтобы вам было что посмотреть но поделиться этими планами я скорее всего с вами не смогу потому что ну мне же потом придется отвечать за свои слова правильно так что я лучше пока промолчу и если у меня все получится то для вас это будет сюрприз урал агаповка ставлю леску желто-зеленого цвета и рыба лучше клюет попробуйте слушайте ну интересно давайте давайте попробуем Анатолий пишет как относишься к карбоновым кивкам ребята мода на карбоновые кивки пошла после этого кивка после видео по его изготовлению вот такой вот кивок классный сам сам по себе классный кивок но у него отличный строй он намного быстрее чем металл отрабатывает но меня просто завалили тоннами просьб о том чтоб я сделал этот кивок кому-нибудь на продажу продай кивок сделай кивок продакивай я всем отказывал почему потому что кивок требует к себе отношения очень бережного то есть удочку с этим кивком кидать нельзя именно поэтому в этом сезоне будет мой кивок из металла который по своим характеристикам я постарался ну так как это у меня получилось сделать его максимально приближенным к кивку из карбона да он не такой быстрый но он хотя бы отдаленно напоминает игру карбонового кивка что это будет чуть чуть попозже увидите в видосах у меня уже все заготовлено уже скоро начнем так вот вопрос какой длины использую удочки для без мотылки ребят вот смотрите есть удочка вот такой длины да это примерно у нас сантиметров 30 наверно да чуть больше и на ней стоит кивок 5 сантиметров есть точно такая же удочка но на ней стоит кивок 18 сантиметров есть еще одна удочка вот такой длины с коротким сторожком и она примерно такой же длины как удочка с длинным кивком то есть вопрос сам по себе немножко некорректен значит длина удочки я всем говорил и всегда буду наверное это говорить подбирается под вашу спину то есть если вам удобно ловить короткой удочкой да немного скрючившись как-то вот как я скрючившись над лункой сижу если вам так удобно значит это удочка для вас если вам надо развалиться сесть удобно если вы допустим у меня вот дядя рыбачит на стульчике со спинкой то есть он селся у него улочка такая метровая спокойно ее положил и спокойно начинает трясти значит вам будет более удобно с такой удочкой я еще раз повторяю все зависит от спины как относишься к удочкам масти в балалайка были у меня балалайки были у меня балалайки разные вот но самая наверное любимая балалайка из тех которые у меня есть сейчас это вот эта балалайка вот это балалайка из карбона она практически ничего не весит она очень звонкая и резкие поклевки рыбы даже несмотря на то что это удочка оборудована кивком передаются в руку это вот самая моя любимая балалайка какая оптимальная длина кивка или стоит подбирать под мормышку и игру хороший вопрос сейчас мы с вами постараемся разобраться значит кивок 180 180 мм и кивок 5 см значит смотрите в данном случае кивок 5 см из рентгеновской пленки у меня устанавливается исключительно на мормышках с шариком то есть этот кивок позволяет задавать более высокочастотную игру и из-за того что бланк у кивка коротенький то колебания которые передаются на мормышку они более резкие понимаете вот и поэтому шарик на целье крючка лучше бринчит понимаете лучше а на длинном кивке ну даже если вы его как бы вертикально поставите да он будет отыгрывать но все же удобнее будет рыбачить на мормышке с шариком с более коротким кивком более длинные кивки они лучше подходят под ловлю на чертей также они лучше подходят под рыбалку на игровые мормышки то есть вот на таких вот муравьев таких вот уралок длинные кивки это для игровых мормышек для чертей кстати был вопрос сколько мормышек надо таскать с собой на рыбалку при ловле на безмотылку в прошлый год я ходил на рыбалке с вот этой вот маленькой коробочкой то есть у меня тут было совсем немного мормышек а основная часть была у меня дома когда я уезжал на последний лед я брал с собой весь арсенал и должен сказать то что лучше на льду когда клюет рыба иметь запас мормышек потому что бывает так что оторвет или зацепишь оторвешь не отобьешь отцепом мормышку а другой такой нету другая есть только в заначке а заначка дома и все а рыба на другую мормышку сегодня не хочет открывать вот такое вот у нее настроение то есть запас мормышек надо иметь в любом случае то есть если вам не тяжело таскать свою коробку с мормышками значит самое то алексеевич спрашивает глубины 5 и более метров что по твоему опыту эффективнее в ловле окуня по безмотыльным мормышкам да тут тоже как бы от окуня достаточно многое зависит значит я ловлю скажу на что ловлю там в первую очередь на больших глубинах при ловле окуня начинаю ловить нам мормыши вот они это мормыш 0,6 грамма вольфрамовый вот такой вот дальше если на него нет отклика ставлю чертик 0,6 грамма с желтой бусиной а в симку Валерия Лебедева кстати вот такой вот чертик кстати на заставке к этому стриму именно этот чертик есть вот он классные черти нравится очень если на это отклика нет тогда ставлю гвозди шарик то есть в любом случае если вот эти вот мормышки ты перебрал ну должен он откликнуться если он не откликается тогда надо уже либо место менять либо ждать когда у него будет выход так Ярый Рыбак спрашивает Владимир какой диаметр ледобура лучше всего использовать или лучше сразу несколько диаметров брать так ребят в общем смотрите у меня было достаточно большое количество ледобуров всяких разных и сейчас у меня их два на 110 и на 150 миллиметров 110 бур я использую как поисковый бур и как ледобур для ловли классическим методом то есть когда я иду по водоему и не останавливаюсь на одном месте а иду именно по точкам то есть вот я несколько недель назад плавал на водохранилище зарисовал ее отметил точки забил это все делал навигатор я знаю какая примерно там есть рыба я понимаю что она пролезет в лунку диаметром 110 миллиметров я беру этот бур и иду по точкам бурю 150 бур это стационарный бур который используется для ловли на прикормленных лунках то есть когда у тебя идет круг 10-15 лунок ты забурился, закормился и ты ждешь круг то есть это ледобур на крупных окуней это ледобур на крупных клещей то есть это вот такой бур конкретный какие ледобуры сейчас я вам покажу они у меня лежат тут сейчас секундочку вот это вот ледобур 110-ый титановый с ножами обычными российскими сейчас надо как все его открыть сейчас надо как все его открыть вот такие идут ножи ножи-зверь так и называется ножи-зверь в общем этот нож идет на 110-ом буре хорошо идет и по мокрому и по сухому льду а ножи-зверь на 150-ом буре в мокрый лед не идут вообще то есть он прям там надо такое колоссальное усилие прилагать чтобы 150-ым буром с ножами зверь пробурить лунку в мокром льду это там 7 потов сойдет а если 110-ый бур и ножи-зверь то лунки бурятся вообще прям на ура а по сухому льду это можно бурить буквально там не знаю двумя пальцами кто-то пишет там чтобы что-то там себе этот шуруповерт не возьмешь и так далее я пришел на рыбалку со 110-ым ледобуром с этими ножами и ну за день по первому льду если нет снега можно набурить лунок 80 и обловить их набурить то можно и больше а вот обловить и набурить ну 80 лунок за день в принципе возможно если прям идти и реактивно облавлять да ледобура мусеева дядя миша тете галя привет вижу что вы в чате есть черти да черти лебедева кто-то у меня спрашивал еще про чехол на ледобур где такой купить и так далее нигде не купить мне чехол для ледобура сшила мама вот такой чехол он у меня идет с лямкой то есть я его вешаю получается через голову он у меня постоянно за спиной получается как колчан со стрелами достаточно удобно потому что свободны всегда свободны руки то есть если идет большой переход по льду то у тебя свободны руки вот это вот идет 150 машина такой вот видобур вот такой вот на 150 гор у меня установлены обычные полукруглые ножи дальше на режущей голове здесь вот идут скосы то есть это идет сейчас попробую показать то есть вот здесь вот идет скос то есть идет не прямой а именно идет скос специально заказывал со скосами для того чтобы было легче бурить еще идет дополнительный язычок для дополнительного отвода получается шуги которые буришь вот интереснейший вопрос обязательно ли чистить или затемнять лунки от шуги влияет ли это на клев рыбы был у меня один такой момент интересный когда я подсок достаточно хорошего леща и тащил я его к лунке вот рыба начала очень сильно биться когда я начал подводить рыбу прямо вот уже к самой лунке стоило мне сапогом швырнуть туда чуть-чуть снега то есть припорошить лунку чтобы затемнить ее и все подлещик спокойно вышел была рыбка такая граммов на 700 наверное но он вышел спокойно соответственно из этого я могу сделать вывод о том что на небольшой глубине лунки лучше затемнять то есть лунку пробурил взял шабалку ручкой сделал небольшое отверстие в которое спокойно пролезет мормышка и опустил ее туда и спокойно ложь без вопросов я думаю что да на небольшой глубине затемнение лунки лучше делать потому что рыба крупная она как правило осторожная даже если ее много в водоеме она все равно уже закончила анти крючковые курсы и уже такая рыба я кстати часто не часто один раз видел окуня в подводную камеру где у него во рту была мормышка то есть эта рыба она уже наколота она уже примерно знает что к чему и скорее всего на такую рыбу скорее всего надо лунки затемнеть и делите мормышки по виду рыбы на плотву окуня универсальные вы знаете бывает иногда окунь клюет на черта на черта клюет плотва на черта клюет лещ иногда бывает на гвозди шарик клюет лещ окунь плотва то есть тут как бы все зависит от настроения рыбы то есть надо просто иметь в арсенале определенное количество моделей мормышек пусть их будет не так много но они будут достаточно разнообразные потому что этого вам скорее всего хватит для того чтобы построиться по настроению рыбы так использование эхолота в зимней рыбалке практик старенький ER6 PRO значит использую его не так часто но иногда бывает пригождается в глухой зиме при ловле подлещика на достаточно большой глубине использую в режиме флешера то есть что такое режим флешера это когда в режиме реального времени у вас здесь черточками отображается линия дна мормышка и если есть рыба то и отдельная черточка рыба которая либо идет за черточкой которая изображает мормышку либо не идет в общем просто бывает так в глухой зиме что ты приходишь на лунку делаешь 5 проводок рыба не крынула и идешь дальше целый день ходишь по этим закормленным лункам и в конечном итоге поймал там 2-3 кильки и все и на этом рыбалка закончилась а эхолот позволяет увидеть что на самом деле у вас рыба интересуется вашей мормышкой возможно где-то вы можете чуть-чуть подольше задержаться на лунке и все-таки изловить ту рыбу которая которая была заинтересована вашей мормышкой также эхолоты в зимней рыбалке используют при ловле судака либо балансиры и вертикальные блесны но я судака зимой не ловлю пока не ловлю по крайней мере поэтому у меня такого опыта нет и ну принцип действия там такой вот вопрос такой тоже достаточно популярный под завязку вот как вишенка на торте как искать рыбу зимой на незнакомом водоеме вот это прям вообще это это наверное самый идеальный вопрос из всех которые мне задавали и ответ тут один если перед вами здоровенное водохранилище то никак если перед вами небольшая речка допустим и она будет шириной там 20-30 метров тогда рыбу вы найдете по внешним ориентирам то есть это могут быть излучины реки это могут быть повороты резкие по береговому рельефу вы в любом случае увидите где у вас будут обратки где у вас будет ямки и так далее но в любом случае поиск рыбы стоит начинать летом то есть вы допустим планируете порыбачить на какой-то реке планируете порыбачить на ней зимой лучше возьмите спиннинг прогуляйтесь по ней летом вы по крайней мере будете знать где ямки где не ямки где окунь клюет где там щука допустим выходила там ага вот там вот есть травка вот там ямка там он вроде как коряги какие-то зацеплялись я там джик оторвал то есть эти места у вас будут в любом случае в голове откладываться вот и зимой вы уже не будете как слепой котенок идти по этой бескрайней белой пелене а вы уже будете идти конкретно на точку вот если у вас большое водохранилище без эхолота обойтись никак нельзя у меня эхолот в этом сезоне появился эхолот достаточно навороченный он рисует дно как никто другой и понимание того что происходит под поверхностью воды совершенно теперь другое то есть есть водоемы с однородным дном так называемые то есть однородное дно может быть то есть обычная чаша вычищенный водоем то есть водоем подготовлены под затопление дно почищено коряги коряг нет пеньки убраны все дно почищено водоем затопляется все водоем начинает жить дальше есть такая категория водоемов тоже однородное дно но оно все в корягах допустим то же самое Белоярское водохранилище там сплошные коряги и несмотря на то что вроде как бы сплошные коряги да там рыба там идет в разных местах то есть она накидана то есть нету такого что идет какие-то конкретные скопления рыбы в одном конкретном месте они есть но только на перепадах глубин вот то есть там нету такого что идет там крепкий какой-то коряжник который забит допустим плотвой потому что там коряжника вообще в принципе много то есть структура дна в общем плане она однородная вот поэтому в любом случае на большой воде надо искать точки для зимней рыбалки с помощью эхолота либо по старинке проверять промерять точнее глубину водоема с помощью веревки и груза но делать это достаточно долгое занятие заканчивать всем вам здоровья крепкого скорейшего становления льда ни хвоста ни чешуи буду стараться снимать интересные видосики ну и если этот прямой эфир пошел вам на пользу то не стесняйтесь писать комментарии под следующими видосами с просьбой сделать еще один какой-нибудь прямой эфир я точно так же накидаю каких-нибудь тезисов и мы точно так же с вами посидим какой-нибудь субботний воскресный вечерок немножко поболтаем попьем чай и поговорим о любимой теме в общем у меня на этом все давайте ребята всем счастливо все